Скажите, насколько для меня, актрисы и выходцы из сферы исполнительского искусства и творчества, важна медитация в режиссуре, актёрском мастерстве, театре? Я думаю, что люди занимаются искусством и музыкой, потому что где-то подсознательно они соприкасаются с моментами медитативности в том, что они делают. Если бы этого элемента не было, не думаю, что люди бы видели какую-то ценность в музыке, искусстве и тому подобном. Где-то возникают моменты медитативности. Позвольте мне исключить слово «медитация», потому что слово «медитация» в английском языке не значит ничего. Если я сижу с закрытыми глазами, я могу делать джапу, тапу, дарану, дьяну, самаджи, шунью, всё что угодно. Но если я сижу с закрытыми глазами, то в английском языке это называется «он медитирует». С закрытыми глазами можно делать любую из этих практик. Или, возможно, во всего лишь овладели искусством спать в вертикальном положении. Люди учатся такому на конференциях. Вот почему здесь такое освещение. Чтобы не беспокоить заднюю часть зала. Так что медитативность означает, что в некотором роде, если вы сидите здесь, ваш ум находится где-то там, ваше тело находится тут, то, что вы ощущаете как себя, немного дальше от этих двух. Это означает, что вы нашли небольшое пространство между собой и своим телом, между собой и своим умом. Есть только две проблемы. Есть два вида страданий в вашей жизни, физические и душевные. Знаете ли вы какой-нибудь другой вид страдания? Нет. Как только между вами и вашим телом, между вами и вашим умом появляется пространство, страданию приходит конец. Как только в вас исчезнет страх перед страданием, как только внутри вас появится уверенность, что «что бы ни случилось, я буду таким», тогда вы будете идти по жизни широко поступью. Будь то творчество, промышленность, бизнес или любой другой род деятельности, вы будете идти широко поступью. Когда присутствует страх перед страданием, вы будете идти полошагами. Как мне стать такой, Гуруджи? Начните простой процесс, который называется внутренняя инженерия. Нам нужно 30 часов вашего внимания. Программа проводится в разных форматах. 7 дней, 3 дня, по-разному. Но на самом деле нам нужно всего 30 часов вашего внимания. Мы создаем для вас механизм, чтобы вы могли обратиться внутрь себя. Почему я говорю, что вам нужно средство для обращения внутрь себя? Сейчас пять органов чувств являются вашим единственным средством восприятия. Видеть, слышать, обонять, пробовать на вкус, осязать — это единственный способ познать жизнь. Сейчас это единственный способ вашего существования. Вы знаете, что существуете только благодаря тому, что можете видеть, слышать, обонять, пробовать на вкус и осязать. Предположим, вы заснули, вы не знаете, существует мир или нет. Существуете ли вы? Эти органы чувств, по сути, направлены наружу. В том смысле, что вы можете видеть то, что вас окружает, но вы никогда не сможете закатить глаза внутрь и просканировать себя. Вы можете услышать вот это. Внутри же происходит столько активности, но вы не можете ее услышать. Если муравей заползет на вашу руку, вы почувствуете это. Но вы не чувствуете, что внутри вас течет так много крови. По самой природе вещей, органы чувств направлены наружу. Но ваш опыт полностью происходит внутри вас. Прямо сейчас, вы видите, где я? Гуруджи, я видела вас на ютубе. Нет, вы видите меня сейчас. Да, в моей голове. Вы уже видели это видео. Этот образ является отражением, и он происходит в вашем уме, внутри вас. Вы слышите меня через себя, вы видите меня через себя, вы видите мир через себя. Вы никогда не видели, не слышали, не пробовали на вкус, не прикасались ни к чему за пределами себя. Все это происходит только внутри вас и никогда вне вас. Или другими словами, все переживание жизни генерируется изнутри. Когда все переживание жизни генерируется изнутри, по крайней мере, то, что происходит внутри вас, должно происходить так, как вы этого хотите. Не так ли? Безусловно. Суета в мире не будет происходить по-вашему, потому что это все мы вместе взяты и создаем ее. Немного случится, по-моему, немного по-вашему, немного почему-то еще. Это ничего. Но это спокойствие. Мой путь, потому что это внутреннее состояние. То, что происходит внутри вас, должно быть на 100% вашим способом и ничем другим. Не так ли? В том же, что происходит снаружи, задействован каждый. Но это самая трудная часть. Это нетрудно. Сейчас, предположим, я попрошу вас открутить этот шуруп голыми руками. Что произойдет? Вы будете использовать ногти, сломаете их, будете использовать зубы, сломаете их тоже, но шуруп не открутится. Но если я дам вам отвертку, вы без особых усилий сделаете это. Не так ли? Что требуется, так это инструмент. Вот почему я сказал «средство для обращения внутрь себя». Нет инструментов. Поэтому люди думают, что это так сложно. Так что внутренняя инженерия – это инструмент. Это не учение, не философия, не идеология или система верований. Это инструмент, которым вы учитесь пользоваться. Редактор субтитров А.Семкин